На часах 13.05 в эфире «Особое мнение» в студии Дарьи Топузлеева. В гостях у меня сегодня руководитель исполкома регионального штаба Общероссийского народного фронта Роман Титов. Роман, здравствуйте. Добрый день, добрый день, Дарья, добрый день, уважаемые радиослушатели. Поздравляю вас с тем, что наступила весна. Это здорово, плохо только то, что весна унесла с собой не только снег, но и частично дороги в Кировской области. Но и на эту тему, я думаю, мы сегодня тоже немножко поговорим. Да, эту и другие темы мы сегодня еще обсудим. Нас можно слышать на частоте 101.0. В онлайн-трансляции эфира, а также видеотрансляции из нашей студии идет на сайте яхокирова.ру. Вы можете отправить смс на номер 8909-720-101.0 или задать вопрос через форму анонсов также на сайте яхокирова.ру. Начнем, наверное, с темы, которая буквально накануне появилась на сайте у вас, о том, что Генпрокуратура Кировской области поддержала позицию ОНФ по закону проекта золотых парашютов для чиновников. То есть сейчас какие будут дальнейшие действия, учитывая, что на предпоследнем пленарном заседании депутаты, в принципе, отказались рассматривать этот законопроект? Ну, после этого еще были события. Один из депутатов ЗАГС-собрания внес опять же свою версию законопроекта, которая в основной части полностью соответствовала требованиям федерального закона и отличалась исключительно последним пунктом в части стажа необходимого для получения вот этих золотых парашютов. Законопроект даже не рассматривался, о чем буквально вчера мы с этим самым депутатом говорили. Понимая, что ЗАГС-собрание воспринимает инициативу о приведении регионального законодательства в соответствии с федеральным, об отмене золотых парашютов, как пчелы против меда, мы приняли решение действовать иными способами. Мы подготовили обращение на прокурора Кировской области, и буквально на днях мы получили подтверждение нашей позиции по почти всем основаниям. То есть прокуратура инициировала представление ЗАГС-собрания, которое сейчас находится в стадии рассмотрения, о необходимости приведения регионального законодательства в соответствии с федеральным. Кроме того, прокуратура инициировала проверки в муниципалитетах, поскольку золотые парашюты бывают не только у чиновников областных, но и у чиновников в муниципалитетах. То есть глава района, к примеру, в Кировской области получает надбавку к пенсии в размере примерно 20 тысяч рублей. То есть деньги, может быть, не такие большие, как кажется, но, извините, когда пенсия педагога составляет 12 тысяч рублей, бывший чиновник получает эти же плюс-минус 12-15 тысяч рублей, двадцаточку сверху. Ну, честно говоря, все это кажется очень странным. Одно дело – это обращение депутатов, другое дело – это акты прокурорского реагирования, которые проигнорировать ни власти, ни депутаты просто не могут. Поэтому мы надеемся, что в ближайшее время корректировки изменения в региональном законодательстве будут внесены. Напомню, как обстоят дела на сегодняшний момент. Большая часть чиновников получает при увольнении 4 месячных содержания, даже если это увольнение по... То есть это единоразовая. Это единоразовая выплата. Напомню, мы с вами, если уволимся, мы получим компенсацию за неиспользованный отпуск и расчет полный. Чиновник получает 4-месячное месячное содержание, разовое содержание. Чем мы отличаемся от них, честно говоря, не очень понятно. Мы все живем по трудовому законодательству. Почему-то для одних это законодательство работает так, для других – иначе. Вот тут у меня гости тоже в студии высказывали мнение, что все равно если человек работал, трудился на благо региона, людей и тому подобное, то, возможно, это и оправдано. Лично я считаю, что воспитатель детского сада работает и трудится на благо региона ничуть не меньше. Вот помимо этих вот парашютов, связанных с увольнением, а, кстати, они выплачиваются даже если чиновник был... Ну, его попросили уйти за то, что он не сдал декларацию, которую обязан подавать. Есть еще доплаты к пенсии, о которых мы говорили. То есть это для чиновников высших должностных лиц региона, которых порядка 20, это 50% месячного содержания каждый месяц по выходу на пенсию, если ты отработал 3 года, и 75% месячного содержания, если ты отработал больше 5 лет. То есть для понимания, если месячное содержание 100 тысяч рублей, то 75 тысяч рублей чиновник будет пожизненно получать в бюджет Кировской области. Суммы огромные, и честно говоря... А вообще о каких суммах идет речь, учитывая, что там вот этих людей, например, немного, наверное, можно подбить какую-то сумму? 60-75 тысяч рублей, как минимум, в месяц. На каждого? Да. Причем доплаты эти чиновники получают даже в том случае, если они отработали в Кировской области в молодости, к примеру, в юности, 3 года на высшей должности региона, потом занимались совсем другими вещами, уехали в другую страну, к примеру, там еще что-то, они выходят на пенсию, они обращаются в правительство областное, им обязаны будут эти деньги платить. То есть, мягко говоря, это неправильно. То есть, да, пусть чиновники, которые горбатились на благо региона и ушли на пенсию с должности, или ушли на пенсию по потере здоровья, пусть они и получают положенные льготы, но чиновники, которые на пенсию не выходят, там почему им должны в каком-то отдаленном будущем за счет средств наших детей и наших внуков эти деньги платить? Такой подход мы считаем неправильным, такой подход неправильным посчитала Госдума и президент, который 30 декабря подписал законопроект, который существенно ограничил все эти золотые парашюты. То есть, сейчас стоит ожидать, что все-таки региональные законодательства приведут соответствие? Да, сейчас мы ожидаем, они не могут не привести его в соответствие, поскольку есть акты реагирования прокуратуры. То есть, против этого, извините, не попрешь. Прокуратура свои предложения в ЗАГС собрания уже подготовила и направила, как следует из ответа. Перейдем к другому острой теме. Последних дней строительства полигона ТБО в Слободском районе. Местные жители выходят с пикетами против того, чтобы там появилась свалка. Местные власти, наоборот, заявляют о том, что в районе нет централизованного места, куда вывозится мусор, из-за этого возникают стихийные свалки. Вы, насколько я понимаю, подключились уже к этой проблеме. С какой стороны вы вообще к ней подошли? Я в пятницу был на собрании, которое организовали чиновники Слободского района и руководство спецартового хозяйства с жителями. К сожалению, жителей, как таковых, было мало, потому что изначально было пожелание районных властей не более пяти человек. Когда эти самые пять-семь человек прибыли, выяснилось, что для встречи организован большой зал, который был по большей части пуст. Но это не потому, что люди не пришли. Хотя, слушайте, в рабочее время встречи организовывать в Слободском по теме Вахруша и Вахрушевско-сельского поселения это как-то, мягко говоря, странно. Но эти добрые пожелания про пять человек, ну, слушайте, так работать нельзя. До того, как по присутствию на этом мероприятии мы направили обращение граждан, жителей Осенцов, жителей Вахрушевского округа в прокуратуру, то есть вот ту петицию, которую они публиковали в интернете к министру природных ресурсов, мы попросили областную прокуратуру проверить все доводы заявителей. И готовы будем поделиться информацией сразу. А на собрании, на этой встрече я встал и сказал честно. И главе района Хомякова обратился и к руководителю ООО САХ Крысову. Я сказал, слушайте, ну если у вас все так хорошо по этому полигону, как вы рассказываете про современные европейские технологии, про безопасность его. Слушайте, почему вы за последние годы не обошли каждую деревню, каждый поселок, который расположен в зоне свалки, не рассказали людям о том, что им нечего бояться. Вместо этого пошли, слушайте, ну по формальному подходу, опубликовали объявление в российской газете, в газете Вести Киров и в одной из районных газет. И когда жители Осенцов задали вопрос, слышите, сколько киосков распечатей есть в Ахтушевском поселении, выяснилось, что ни одного. То есть возможности получить эту информацию у людей просто не было. Но даже если там все окажется законным с точки зрения соблюдения законодательства, все экспертизы проведены необходимые, все здорово, но нельзя обходиться этими формальными вещами. У нас такая же ситуация на слушании в Кирове по всем ситуациям. То есть вы, чиновники, вы объясните людям, что будет, а не как центральным рынком, к примеру, было, когда люди из газеты узнают о том, что у них что-то там будут отнимать, что-то будут строить, что-то возводить. Ну надо же работать на упореждение. Там для спецавтохозяйства это бизнес, вот свалка, полигон, точнее, как они его называют. Так вы выйдите и объясните. В каждой деревне повесите этот грошовый аншлаг, проведите сельский сход, объясните людям, что будет. Люди ведь боятся не того, что им воздух испортят, они боятся неизвестности и начинают предполагать самое худшее. Ну я на самом деле бы тоже испугалась, если бы мне сказали, что у меня там в 200 метрах от дома будут вывозить мусор со всего района. К счастью, не в 200 метрах от дома. До ближайшего населенного пункта там порядка 3-4 километров. Но все равно люди беспокоятся. То есть они же узнают эту информацию из СМИ по слухам. Возможно, кто-то и думает, что в 200 метрах. Возможно, кто-то думает, что в 200 метрах. Возможно, будет нарушена водоохрана законодательства. Вот там люди грибы ходят собирать, там коттеджи на поселке в округе. Так вы соберите людей, расскажите. Опять же, знаете, происходит. Вот как только люди вышли на трассу, сразу организовано собрание с жителями. Ну чего, раньше нельзя было организовать такое собрание. Вот в Слободском районе на эти грабли наступают в очередной раз. Если помните, несколько лет назад они власти района и поселения одного памятника несли, ветхий. Так вот вы людям бы опять объяснили, а когда люди видят, что памятник сносят, когда общественники начинают вписываться в эту историю. Слушайте, ну крыльями уже поздно махать в этой ситуации. И снова те же люди, и снова похожие ситуации. Ну, мне кажется, уже пора уроки определенные сделать, и не наступать, как, извините, герой одной из анекдотов, которые на одни и те же грабли бесконечное количество раз наступают. К сожалению, так. А по закону и незаконному мы точно скажем. То есть поверьте, здесь прокуратура будет проверять. Да, у нас нет оснований не доверять прокуратуре. То есть все проверки, которые они проводят по нашим материалам, я уверен в их достоверности и объективности. Поговорим немного о культуре. И слышали, наверное, о том, что поступило предложение передавать исторические здания в аренду по рублю за квадратный метр. Ну, то есть, грубо говоря, я беру это здание в аренду, плачу рубль, пока полностью его не отреставрирую. Но возник тоже вопрос. То есть общественники, члены общественной палаты, строитель, насколько я понимаю, Константин Сичихин, заявил, что предложения эти о бесплатной аренде не интересуют бизнес, так как срок аренды маленький. Сейчас городские власти предлагают там около пяти лет. На самом деле, чтобы бизнес вкладывался, потому что реставрационные работы не дешевые, нужно понимать. То есть срок должен быть, ну, как минимум от 20-25 лет. Вот на ваш взгляд, передача этих исторических зданий в эту длительную аренду сможет как-то решить вопрос с ветшанием вообще объектов культурного наследия? Ну, с учетом того, что Костя Сичихин, помимо того, что он член общественной палаты, он еще член регионального штаба, мы с ним сегодня буквально с утра, да вообще каждый день практически видимся. Он эту тему со мной обсуждал предварительно. Я инициативу поддерживаю, но это не глобальное решение проблемы, потому что количество объектов наследия, выявленных и поставленных на учет, в Киевской области достаточно велико, а количество объектов, которые можно сдать в аренду, оно ведь не столь значительно. Вот, да, на Спасской здание, которое простояло в течение лет 10, наверное, которое сейчас берут предпринимательное восстановление, это один из таких объектов. Но большая часть объектов занята, а часть из них является жилыми домами. Чего там отдавать бизнес, честно говоря, не очень понятно. Поэтому это, знаете, такой акт ситуативного реагирования. Да, такие дома есть, да, их не очень много. И по части объектов это действительно решение. Но задачу содержания большинства объектов наследия это не решает точно. Более того, давайте быть честными, у нас последние объекты культурного наследия в Киеве были выявлены в 2010 году. Очень большой список, я думаю, более сотни всего по области их было разом внесено в реестр выявленных. Вот прошло 6 лет. То есть, с 2010 года не вносились? Нет. Более того, с 2010 года, исключением детской филармонии в Киеве, ни один объект из числа выявленных не был внесен в реестр, ну, действительно, учтенных объектов наследия. То есть, сроки все пропущены. Министерство и выполномоченные органы, у него есть целое дочернее предприятие, Министерство культуры, которое занимается выявлением, должно заниматься ставить паспортов, объектов, утверждением охранных зон. Вот ни по одному из объектов полный цикл работ не был проведен. И эти дома висят подвисшие. Но выявляли, как говорится, а в части из этих домов люди живут. И вот люди живут, не знают, что им делать. У них дом аварийный был признан. Их исключили из программного расселения, поскольку сносить нельзя, это же выявленный объект в культурном наследии. Из капремонта их исключили. И что им теперь делать-то, люди? А таких домов по поводу много. И бизнес туда не зайдет, поскольку бизнесу зачем нужен, опять же, подвисший объект? А их полно. Ну, ты возьмешь выявленный объект в культурном наследии, а там дойдет до экспертизы. Исключат его из списка объектов в культурном наследии. И что ты будешь делать? Непонятно. Кроме того, надо же понимать, что затраты бизнеса очень серьезные будут. Помимо... То есть, вот если взять обычное помещение в аренду, ты можешь вложиться в ремонт по вполне себе разумным ценам. Если ты берешь объект наследия, значит, ты проводишь реставрационные работы. Причем все это с определенными ограничениями. С ограничениями. Специально проектные организации с допусками, согласование с департаментом культуры каждого шага. То есть, все очень строго. И я не исключаю, что овчинка может в итоге по ряду объектов выделки не стоить. Но надо смотреть индивидуально. Как, вот еще раз повторю, как ситуативное действие по ряду объектов, это нормально. Но как инструмент глобального решения с тем, что делать с этим наследием, это точно не работает. Если уж начали говорить о реставрационных работах, за эфиром вы начали рассказывать достаточно интересную историю о том, как обстоят дела сейчас на улице Ленина, вернее о том, что городская администрация взялась за арендаторов зданий исторических на улице Ленина. Расскажите, как обстоят нам дела, что произошло? Значит, нам начали поступать обращения предпринимателей, которые либо владеют, либо арендуют объекты на улице Ленина. То есть, напомню, недавно чиновники всех уровней сообщали о том, что разработана концепция облика улицы Ленина, о том, что здания будут приводиться в соответствие... Только умалчивали такие средства, то есть, говорили только то, что муниципалитет Трутары будет делать, так это и так обязанность, которая муниципалитету вменена. Значит, выясняется, что способы и методы действия чиновников очень странны, и, мягко говоря, противоречат законодательству. То есть, к нам обращаются предприниматели, которые говорят, слушайте, нас тут вызвали в территориальное управление Ленинского района, вручают нам такую бумажку, разработанную муниципальным казённым учреждением архитектуры, архитектурно-кудрочная концепция внешнего облика улиц Ленинов-Кира. И говорят, вы, значит, это берёте сейчас и исполняете следующее. Там, значит, окрашиваете здание утверждёнными цветами, в чём здесь конкретное торговое наименование, декоративная фасадная краска церезит, к примеру, разных цветов, восстанавливает штукатурный слой, восстанавливает полуразрушенные и разрушенные архитектурные детали здания, люди-то ведь сегодня подкованные. Они заберегнули в 73-й ФСЗ, закон об охране культурного наследия, и выяснили, что они проводить эти работы права не имеют. Есть департамент культуры, и все работы по объектам наследия проводятся после соответствующего актирования состояния дел по зданию. После проведения общего собрания собственников, то есть жильцы обязаны также вкладываться во внешние и внутренние работы, потому что они тоже собственники. МО «Город Киров» обязаны вкладываться, потому что в части домов у них есть жилой фонд, помещение. И это все проводится только по проекту, утвержденному департаментом культуры. Министерством культуры, да, извините, я по старинке. И сейчас мы перед эфиром с Татьяной Мазур пообщались, которая до недавнего времени занимала руководящую должность Министерства культуры, исполняла обязанности министра, она увидела это, честно говоря, сказала, «Слушайте, ну это же возмутительно, это нарушение законодательного, нарушение 73 ФЗ». Я говорю, так о чем и речь? То есть получается, что, отчитавшись о том, что у нас улица Ленина будет цвести яркими цветами и пахнуть яркими красками, чиновники пошли по простому пути. Они начали вызывать к себе собственников и вынуждать их совершать работы, которые противоречат законодательству об охране культурного наследия. Я хочу напомнить ситуацию с клубом, баром, не знаю, как правильно назвать, фабрикой, которая тоже располагается в историческом здании. Абсолютно та же ситуация. Они провели реставрационные работы и в итоге получили штраф, если мне не изменяет память, 100 тысяч как раз вот за это, за то, что эти работы не были согласованы с Минкультом. И то есть получается сейчас... А теперь это на поток поставлено. Если какие-то бизнесмены откликнутся... Они нарушат закон. Они нарушат закон, они получат серьезное взыскание со стороны надзорных органов. И органы будут правы. Трогать эти здания нельзя. Кроме того, задача собственников объектов, да, действительно, содержание этих объектов наследия. Но, извините, а ремонт? Это совершенно другая история. Там не может быть ремонта, кроме того, реставрации. Опять же, допуски. Опять же, специально кредитованные организации. Опять же, специальные проекты. А вот так вот, давайте, ребята, вы тут покрасите все, как у нас тут МКО архитектура решила. Я людям прямо сказал, не вздумайте делать. Мы сейчас обратимся, опять же, в соответствующие органы, поскольку нарушение целого ряда законов здесь усматривается. Ну, и антимонопольный законодатель. Почему у нас тут в проекте... Конкретно торговый маркетинг. Конкретно торговый маркетинг, тем более иностранного немецкого производителя. Ребята, ну, вы, извините, палитру-то указываете, но, слушайте, без наименования конкретной краски. Здесь вот нарушений столько, вот в одной ситуации, что я, пожалуй, не припомню, чтобы где-то их было больше. Вот в одном отделе... Неправильно все. Да, неправильно все. Вот по сути неправильно все. И, опять же, мы видим, что громкий прожект, он оказался пшиком. То есть улицу Ленина обещали отремонтировать, но методы, которые предусмотрены, они, мягко говоря, странные, а надлежащую оценку, я думаю, им дадут. Если продолжать тему аварийных изданий, ну, уже там, возможно, не все из них объекты культурного наследия, просто аварийное жилье. На минувшем пленарном заседании уполномоченного права человека Александр Паном заявил, что аварийное жилье – одна из самых острых проблем в регионе по итогам прошлого года. Вот за 15-е, начало 16-го года есть вообще какая-то положительная динамика в этом вопросе, потому что вы частенько занимались и аварийным жильем. Мне уже во снах это все снится страшно. Аварийное жилье. Какие-то подвижки вообще есть? Вот давайте разделим ситуацию на две части. Что касается объема вводимого жилья, то Кира здесь есть не впереди планеты всей, но в топ-15 регионов точно. Ну, тогда 20-летний рекорд побили по вводу жилья. Если говорить о качестве построенного жилья, я тут даже не своими словами, а словами Александра Сергеевича Шишкина, руководителя одного из отделов в областной прокуратуре, с которым мы плотно и тесно взаимодействуем, скажу, на совещании с нашего рабочего органа по взаимодействию с прокуратурой, с полицией, с МВД, как раз по реализации целевых программ, в том числе и переселения жилья, он сказал, что, вы знаете, ни одного практически объекта, введенного за последнее время в рамках строительства жилья для переселенцев, по которым не было бы нареканий, органы прокуратуры не выявили. Ладно, мы сейчас с прокуратурой и с другими органами откатали схему выявления нарушений вот этих вот, но нарушений-то меньше не становится. Поэтому буквально в апреле одним из итогов работы нашей рабочей группы с прокуратурой должны стать рекомендации в адрес органов власти местного самоправления о том, как ситуацию с новым жильем, которое строится, но которое, по сути, часто является новым аварийным, надо решить. Только в том аварийном жилье, в том, что и новое, это тоже не особо соответствует качеству. Вот еще раз, практически ни одного дома, это ни мои слова, это слова прокуратуры или людей, которые занимаются, не выявлено в ходе проверок. То есть, вот вы знаете, за последнее время мы большое количество информации направляли, по всей информации нарушения подтверждаются. Я в Кирове, пожалуй, могу назвать только один беспроблемный дом, вот из тех, которые мы смотрели, но он был введен в конце прошлого года, и посмотрим, что там весной будет, по этому дому будут ли нарекания со стороны жильцов или нет. А так, там, три объекта вообще брошены, точнее, не три объекта, в трех районах в Кировской области есть объекты, которые строителями брошены на этапе выполнения гарантийных обязательств. И механизмов повлиять пока нет. То есть, вот в Вятских полянах огромный дом Азина, 18, существенное нарушение выявлено там, извините, грибы вешенка растут буквально по плитам перекрытий в квартирах, жилье там продолжали покупать власти до конца прошлого года, Роспотреб зашел, прокуратура зашла, нарушение подтвердили, но застройщик банкрот. В Кирове на Баумана, 9, застройщик банкрот. В Котельниче на одной из улиц города, там, три дома, застройщик банкрот. Гарантийные сроки есть, да, взятки гладкие. Кому предъявлять, непонятно. Вот моя личная позиция, предъявлять надо чиновникам администрации. Они покупают эти деньги, пользуясь в том числе средствами своего бюджета и средствами областного федерального бюджета. Они нарушают процедуры принятия этого жилья, соответственно, извините, им и отвечать. Ну, практики такой пока сильно нет, то есть только нарабатываем. Но, честно скажу, по качеству беда, просто беда. А у меня вот еще такой вопрос возник, когда последний дом всплыл, не помню, где-то в Оречевском, по-моему, районе, где там, где-то барак построили. То есть там же был очень короткий срок между тем, как все это дело, документацию всю разыграли и между тем, как должны были его построить, а вообще реально за месяц построить какой-то дом. И понятно, что вроде бы как бы строитель оказался в какой ситуации, то есть он выиграл этот аукцион, и вот через месяц дом должен быть. И, соответственно, он... Слушайте, ну, строитель, во-первых, там строитель далеко не мальчик, а человек, который прекрасно понимает, что он делает, и должен нести ответ за свои действия. Значит, он же видит, что срок месяц, значит, он понимает, что он уложится в этот срок. А почему такой срок вообще на этапе подготовки документации? Понятия не имею. То есть сроки, они установлены администрацией. Она проводит аукцион. За месяц качественное жилье построить нельзя. По этому конкретному объекту я могу сказать, что мы будем инициировать признание здания непригодным для проживания. Там нарушены ушелстка нормативы по освещенности, строительные нормы и правила СанПИНы. То есть в кухнях должно быть естественное освещение. Там есть комнатушки, которые нам отказались называть кухнями, в которых есть плита, но света нет. Мы нашли всю проектную документацию, выяснили, что действительно кухня. Там нет вентиляции, там нет света. Вентиляцию, правда, провели из полипропилляного втроп на 8 марта делали. Но это не помешает, потому что основные строительные нормативы по этому объекту нарушили. А дом был введен в эксплуатацию, деньги заплачены. Кто ответит, чиновник? Вот никто больше. Строитель, он делает, у него цель прибыль извлечь. Но это не последний дом, буквально ждите, через течение недели у нас будет такой прям жескач-жескач. Появятся еще такие дома. Да, такого дома у нас еще не было с такими нарушениями. Поэтому готовим. Понятно. Мы прервемся на небольшую рекламную паузу и продолжим через пару минут. Для тех, кто только подключился, напоминаю, что в эфире «Особое мнение» в студии Дарьи Тапузеева. В гостях у меня сегодня руководитель исполкома регионального штаба ОНФ Роман Титов. Затронем, наверное, немного тему грядущих выборов, вернее, даже внутрипартийного голосования праймерис Единой России. Насколько понимаю, кто-то из членов исполкома регионального штаба будет принимать участие? Из членов регионального штаба, да. Мы будем принимать участие в праймерис Единой России. Наши кандидаты будут принимать участие. На праймерис по выборам депутатов в законодательное собрание, кандидатов в депутат в законодательное собрание, точнее, я могу сказать, что у нас будут принимать участие несколько человек. То есть это сопредседатель регионального штаба Дмитрий Валерьевич Сергеев, это руководитель нашего регионального проекта, координатор проекта «За честные закупки» в Кировской области, Федор Киселев и ряд других людей, которым мы, безусловно, доверяем, которые показали себя в работе, которые разделяют наши цели и задачи и которые готовы, ну, не просто нас не интересует участие в праймерисе ради потолкаться. Есть, знаете, такой политический термин – потолкаться, то есть пойти, посвятиться, но без цели выиграть. То есть нет, прям конкретно, люди хотят попасть в праймерисе. Мы конкретно идем, поскольку задача для нас это важная. Нам действительно на настоящий момент не хватает своих людей, своих голосов в законодательном собрании. Это очень важный инструмент влияния на экономическую, социальную повестку. То есть вот мы с вами много вопросов обсуждаем сегодня, и немалая часть этих вопросов без права законодательной инициативы, которые мы как организации не наделены, мы общественные движения, решить сложно. Поэтому мы без сомнения поддержим наших людей. Кроме того, на выборы пойдут и наши активисты в ряде районов Кировской области, то есть люди, которые не входят в руководящие органы, но которые с нами работают постоянно. То есть вот пойдут ребята по Вятским полямам, которые выявляли новые аварийные дома, построенные по программе переселения, которые проводят мониторинги вместе с нами по здравоохранению, по ЖКХ. То есть люди, которые... Ну вот я за каждого из них могу поручиться, каждый из них я знаю лично, и в намерениях, в серьезности каждого я уверен. А вот немного, не знаю, простите меня, скептицизм, а не получится так, что если люди так оптимистично будем смотреть, попадут все же в ОЗС, а там, как мы знаем, ситуация как? То есть фракция накануне решила, голосуем так, несмотря на то, что какие-то проблемы очевидны, то есть не получится так, что придется идти на поводу большинства? Нет, поскольку мы, несмотря на то, что на выборы идем в том числе, но не только, поскольку у нас будут одномандатники, которые не будут участия в праве мисс принимать, поскольку они являются членами других партий. То, что мы участвуем в праве мисс нашей партнерской организации, это не значит, что мы будем полностью разделять все их взгляды на жизнь. Это нормально, это нормальная общественная дискуссия, и когда эти инициативы будут соответствовать нашему представлению о том, как должно быть очень хорошо, если нет, то как в ситуации с теми же золотыми парашютами, мы будем действовать самостоятельно. И, опять же, я еще раз скажу, я во всех этих людях уверен, и уверен в том, что если избиратели отдадут им свои голоса, то они будут работать на благо избирателей и в координации с нами в части тех вопросов, которые являются проблемными, в которых мы не всегда согласны с позицией нашей партнерской организации. А сами не планируете идти? Пусть эта интрига останется пока открытой, и не так много времени у нас осталось до 10 апреля. Будет сюрприз. Да, сюрприз будет. Ну, как немного выдохнули, перейдем опять к острым, наболевшим темам, на этот раз о дорогах. В этом году, этой весной, как вы уже в начале программы упомянули, то есть снег сошел вот в этом году действительно вместе с асфальтом. В прошлом году НЭФ проводили, то есть инспекция ездила по регионам, замеряли все вот эти вот ямы, где-то как-то чиновники сколь что шевелились, что-то делали. В этом году что-то планируете, учитывая то, что сейчас творится на дорогах, это действительно уже все? Планируем. Более того, мы рейды проводим, просто мы не публичим пока эту информацию, то есть необходимо саккумулировать массив данных. Мы мониторим обязательства по тем гарантийным участкам дорог, по которым нам и депутату Государственному Васильеву, Александр, который приезжал с проверкой на дорогах, скажем так, в Кировскую область, власти обещали ему там ряд дорог привезти в нормативное состояние, мы сейчас отслеживаем эту ситуацию и стараемся не, скажем так, не реагировать по каждой яме, а подходить к вопросу системно. Уж чего греха таить? У меня были тут замечательные недельные весенние каникулы в солнечном марте месяца. Вот я, одно из занятий, которым я занимался на этих каникулах, я читал книгу «Технология ремонта асфальтобетонных покрытий», потому что я считаю, что ты можешь высказать осуждения только по тем темам, по которым у тебя есть хоть какая-то компетенция, тем более есть большой круг советчиков-советников, понимающих в дорожном строительстве, то есть я в эту тему въезжаю мощно. Что-то новое узнали? На самом деле массу нового. К примеру, мы все говорим, ямочный ремонт, ямочный ремонт, каждый год нам проводят ямочный ремонт. В прошлом году вообще не было капитального ремонта в Кирове, в этом году тоже не будет. Так вот, ямочный ремонт по нормативам проводится только на участках дорог, износ которых составляет не более 15%. Край 17, максимальный допуск. Когда мы видим на улицах нашего города, что ямочно ремонтируются участки дорог с износом намного более серьезным, это нарушение, нарушение действующих технических нормативов. Эти участки дорог можно либо капиталить, либо ремонтировать с помощью карт, ну то есть когда, знаете, вырубается квадратом покрытие, снимается, то есть это раз. Во-вторых, поверьте, то, что в этом году мы видим на дорогах, это еще цветочки по сравнению с тем, что мы видим в следующем году. Я об этом тоже говорю, потому что финансирование сократилось. Есть понятие недоремонт. То есть если определенные участки дорог в этом году не отремонтируют, то в следующем году, помимо того, что ямы будут на месте нынешнего ямочного ремонта, они еще появятся в новых участках, на других участках дорог. И я просто вижу, как огромные деньги вваливаются в этот ямочный ремонт. Да, можно сказать, что они небольшие, но когда деньги тратятся просто впустую, нельзя делать ямочный ремонт на большей части участков дорог. Это, честно говоря, нарушение вообще всех мыслимых норм. Что можно делать? А, да, еще. Я думаю, для кого-то, может быть, это будет сюрпризом, но часть ГОСТов, стандартов, которые регламентируют строительство дорог, они действуют с 1939 года. К примеру, норматив, нормативы, которые регламентируют требования к подушке под асфальтом. Наверное, 1939 года. Там была другая нагрузка на ось автомобиля, там было другое интенсивное движение. Кроме того, мы... Мне кажется, в 1939 году в Кировской области еще повозки ездили. Ездили повозки. И вот мы удивляем, почему у нас дороги раздолбанные каждый год. Да потому что часть требований не пересматривается уже, ну, скоро уже через 20 лет, 100 лет отметим, через 15. Это раз. Во-вторых, слушайте, ну, те ГОСТы, которые у нас в России есть на строительство асфальто-бетонных дорог, они вообще-то одинаковые, что для Краснодарского края, что для Мурманской области, что для Кировской области. Хотя... Условия разные. Условия разные. С 2004 года в 2004 действует закон на техническом регулировании, который дает право субъектам Российской Федерации утверждать собственный технический регламент. И мы считаем, это наша такая завершенная позиция, что в Кировской области давно пора инициировать принятие собственных регламентов, ужесточающих требования к дорожному покрытию, которые будут соответствовать нашей климатической зоне. Мы можем не дождаться пересмотра ГОСТов, но мы точно можем инициировать пересмотр нормативки в Кировской области. А вообще, давайте быть честными. У асфальта срок службы 3-4 года. Собственно говоря, на этот срок устанавливаются гарантийные обязательства. На ямочный ремонт они вообще не устанавливаются. Во всем мире на большинстве дорог используют совершенно другой тип покрытия – цементобетон. В Советском Союзе исторический выбор был сделан в 70-е годы, когда были построены ряд экспериментальных участков вот этих цементобетонных дорог. Кстати, на трассе М6 федеральной до сих пор такие участки есть, они до сих пор в нормальном состоянии. У цементобетона срок службы гарантийный 35-40 лет. Ну и вот в Кировской области еще на подъездах вот к военным городкам нужно. Там идет чистая бетонка, а цементобетон немножко другая там технология, там не трясет, там сверху асфальт, там это укатано, но внизу… Но тоже надолго? Очень надолго это сделано. Но был сделан исторический выбор в пользу битума, в пользу асфальтобетонных дорог, которые мы сегодня и видим. В пользу круговорота веществ в природе на самом деле. В пользу круговорота бабла в природе, извините там за резкость, поскольку битум – это побочный продукт переработки нефти. Нефтянка заинтересована в том, чтобы никто не переходил ни на какие там цементобетонные дороги. У них битум девать некуда будет, на стройках столько не надо. Дорожники заинтересованы в том, чтобы был асфальт, поскольку у них всегда, даже если денег мало, работы у них вот так вот хватит, выше крыши. Каждый год мы будем ямочно ремонтировать, а свои деньги. И в-третьих, инфраструктура уже заточена под этот асфальт. То есть, грубо говоря, это искусственно созданные отрасли, которые функционируют? Это искусственно созданные отрасли, которые в таком формате нигде в мире не функционируют. И вопрос перехода на цементобетон поднимается людьми с транспортной отрасли, причем, слушайте, титулованными докторами технических наук, профессорами, годами. Но вот это вот мощное асфальто-нефтяное лобби, дорожное лобби, оно эту тему тормозит. Это знаете, как в свое время нефтяные компании скупали патенты на электромобили, пока Тесла не появилась в Соединенных Штатах. Скупали только для того, чтобы не было конкуренции. Вот здесь точно такая же ситуация. Цементобетон дешевле, его срок эксплуатации в разы больше. Но это надо 15 лет и политическая воля, чтобы перейти в масштабах страны на строительство этих покрытий. Последний раз это пробовали делать в Свердловской области при Росселе, но в силу того, что технология 70-х была потеряна, они там такого нагородили, что через год развалилось. То есть вопрос в том, что это должна быть целая индустрия. Но это вопрос, который сложно решить в масштабе одной области, но тоже можно. К сожалению, мы в дорожном строительстве имеем, опять же, ситуацию пчелопротивменодорожники, не заинтересованы в том, чтобы использовались более эффективные технологии укладки дорог. Поэтому с дорогами беда, понимание хотя бы на уровне местных технических регламентов, которые должны ужесточить требования покрытия, у нас есть. То есть мы соответствующие предложения направим в область буквально на следующую неделю, которая у нас есть путем обсуждения МСГВ штурмов и советов с экспертами. В митингах участие принимать не будем, поскольку, да, понимаем, что люди правы, с дорогами беда, но просто с частью требований мы солидаризироваться не можем, поскольку часть требований, к сожалению, будущего народного схода, они противоречат антимонопольному законодательству и федеральному законодательству. Вот мы в такие игры не играем, при всем уважении к организаторам, к участникам. Мы поддерживаем саму концепцию, но методы видим немножко другими. И мы уверены в том, что в конце концов еще надо положить конец боровству. А ямочный ремонт в том виде, по тем технологиям, которые сегодня проходят, это пилеж муниципальных и государственных средств. Так быть нельзя. Так нельзя поступать. Нет ямочному ремонту. Нет ямочному ремонту. Слушайте, но смотрите, деньги, которые тратятся на ямочный ремонт, лучше потратить на капиталку. Четыре года гарантии, и мы забываем про эту дорогу. На четыре года. Вот так. Это было особое мнение руководителя исполкома регионального штаба Общероссийского народного фронта Романа Титова. В студии для вас также работала Дарья Топузлиева. До встречи. Спасибо.